Современная платформа, алюминиевый кузов, классный дизайн и мощные моторы V6. Во время презентации в Черногории Jaguar F-Pace покорил нас своим драйверским характером и яркой внешностью. Что ж, 22-дюймовые колеса, спортивный обвес и как минимум 300 л.с. под капотом мало кого оставят равнодушным. Куда интереснее, каков F-Pace из реальной жизни. Со стандартным экстерьером, колесами поменьше и, главное, с базовым 2-литровым турбодизелем. Вместо черногорских серпантинов московские улицы, в соперниках Mercedes-Benz GLC 250D, но не простой, а с приставкой купе. Этот интерьер знаком нам по седану X, но посадка в F-Pace по кроссоверному высокая, а из-за сдвинутой назад капсулы салона передние стойки из зеркала расположены непривычно близко к водителю. Размер у зеркал достаточный, но нужно привыкать к тому, что при перестроениях приходится сильно вертеть головой. Ягуаровский кокпит с полукругом передней панели, широкими подоконниками и сплющенными соплами боковых дефлекторов смотрится стильно. Здесь просторно и в плечах, и над головой, но с таким ценником исполнение могло бы быть лучше. Мерседесовского лоска здесь нет, кожа сидений попроще, некоторые панели хрустят под нажимом, крышка подлокотника болтается, а в перчаточном ящике очень грубый пластик. На неровностях интерьер поскрипывает, а если изучать детали еще внимательнее, можно заметить торчащий поролон в датчике климат-контроля около приборной панели, люфтящую накладку снизу центральной консоли и даже нащупать саморезы над крышкой бородачка. В общем, в Ягуаре, как всегда, не без сюрпризов. Например, клавиши стеклоподъемников и регулировки зеркала расположены высоко на дверном подоконнике, а на их привычном месте клавиши памяти сидений. В каком-нибудь лендровере это было бы удобно, но здесь приходится тянуться. На первый взгляд управление микроклиматом удобное. Например, клавиша подогрева руля расположена вот здесь на спице, но подогрев сидений включается только через сенсорный экран. Сел в холодную машину и ждешь 5-10 секунд, пока проснется мультимедиа. Потом нажимаешь вот на эту клавишу и включаешь подогрев. А вот эта клавиша, вроде бы очевидно, что и меняется распределение воздушных потоков, но на самом деле сначала нажимаешь на нее и лишь потом занимаешься этим на сенсорном экране. Зато у Ягуара наконец-то появилась мультимедийная система, за которую не стыдно. Правда, доплатить за комплексом Control Touch Pro придется около 200 тысяч рублей. У 10-дюймового дисплея отличная картинка, он понимает смартфонные жесты и отлично на них реагирует. Система постоянного онлайна, благодаря встроенной сим-карте, может подключаться к Wi-Fi или раздавать его на борту. А какая здесь навигация? Графика похожа на гугловские карты, удобный интерфейс, система умеет строить маршрут в объезд пробок и предупреждает о камерах. А еще здесь можно сконфигурировать свой рабочий стол, как на смартфоне. У цифровой приборки четыре варианта оформления, а при переходе в спортивный режим спидометр и тахометр меняются местами. Нарисовано довольно скромно, причем забавно, что сектор слева практически бесполезен. Там высвечивается либо ягуаровский логотип, либо часы, либо выбранная радиоволна. Здесь слева просится картинка навигации, но она, увы, появляется лишь проведение по маршруту перед развязками. А полноценную карту можно вывести только на весь экран. Шайбу в драйв, газ в пол. Ягуар рычит, но едет скромно. Я специально взял на тест доступную версию с двухлитровым турбодизелем. Именно она у нас самая популярная по продажам. Но, как оказалось, далеко не самая лучшая. Новый мотор Ingenium получился шумноватым и вибронагруженным. Когда садишься в машину, ощущаешь вибрации на полу, на педалях, а на разгоне слышен такой грубый тракторный рокот. Тяги для спокойной езды достаточно, а подхват, наверное, можно назвать задорным. Но чувствуется, что первая реакция на газ немного задумчивая. Нажал, задержка, а потом ягуар прыгает вперед порой быстрее, чем нужно. Да и восьмиступенчатый автомат переключается неспешно. Управляется F-Pace веселее, чем GLC. Реакция на руль бодрее, активнее, а усилие на баранке интереснее. А в быстром повороте ягуар по-настоящему азартен, потому что едет без сноса, живо ныряет внутрь и подкручивается, словно вокруг своей оси. В общем, опытному водителю понравится. Все это, конечно, здорово, но совместить такой характер с нормальной плавностью хода у англичан не получилось. На нашем F-Pace базовая пружинная подвеска без адаптивных амортизаторов и всего лишь 19-дюймовые колеса, хотя они могут быть размером даже 22 дюйма. Но и в такой конфигурации ягуар ощущается жестковатым. На сидении чувствуется микропрофиль, это такой постоянный зуд от щербатого асфальта. Подвеска плохо справляется с любыми мелкими неровностями и грубо передает в салон поперечные шовчики. В общем, на дороге средней паршивости F-Pace вытрясет из воздушу, а Mercedes поедет благороднее, хотя и у него плавность хода не без проблем. Внутри GLC купе копирует С-класс не только архитектурой и органами управления, но и ощущениями. Зеркала здесь хоть и поменьше, чем в Ягуаре, но расположены удачнее. А вот посадка более легковая. Сидишь ниже и не как в кроссовере, а скорее как в обычном седане. Понять, что ты не в цешке, можно разве что обернувшись. В узкий проем заднего стекла здесь практически ничего не видно. В Mercedes качество намного больше. Салон на неровностях монолит, а к пластику и коже практически не придерешься. Небрежностей, как в Ягуаре, в мерседесовском интерьере не найти. По традиции, тем, кто окажется в Mercedes впервые, придется научиться пользоваться единственным подрулевым рычажком и селектором трансмиссии на рулевой колонке. Не волнуйтесь, хватит 20 минут. Куда дольше возиться с не слишком логичным интерфейсом мультимедийной системы. Если Ягуар просто набирает скорость, то разгон ГЛЦ увлекает. Мерседесовский турбодизель на 24 силы мощнее, а момент у него на 70 ньютон-метров больше. На ускорении кресло приятно толкает в спину. Но дело даже не в абсолютных цифрах разгона до сотни, а в том, как здорово 9-ступенчатый автомат согласован с мотором. Коробка переключается резво и мягко, а дозировать тягу в потоке можно ювелирно. Сразу отвечу тем, кто считает это сравнение заведомо нечестным из-за того, что Мерседес мощнее. Я прокатился на 170-сильной версии ГЛЦ 220Д, и даже она, благодаря хорошей настройке силового агрегата, воспринимается динамичнее Ягуара. В поворотах GLC понятен и надежен. На руль он реагирует плавно, без ягуаровской остроты. Но дуги при этом проходишь безошибочно. И, пожалуй, такое поведение хорошо подходит характеру этой машины. Этот Мерседес покорил меня тишиной и спокойствием. На холостых здесь нет даже намека на вибрации. Мотор работает тише и нежнее, чем в Ягуаре. А при интенсивном разгоне слышится такое ласковое дизельное цоканье. Это вообще один из самых тихих автомобилей на моей памяти. Не важно, с какой скоростью ты едешь – 60 км в час или далеко за пределами скоростного режима. Не слышно ни ветра, ни собственных шин, ни мимо проезжающих автомобилей. В итоге Мерседес умиротворяет. После этого ждешь какой-то волшебной плавности хода от машины. Но с ней на самом деле не все так гладко. На GLC с этим мотором ставится спортивный вариант пружинной подвески. И за городом на ней вполне комфортно. Машина отлично разглаживает все мелкие неровности и микропрофиль асфальта. Хорошо проходят поперечные шовчики. И вместе с отличной шумоизоляцией создается дорогое ощущение полета над дорогой. Но в городе эта гармония разрушается. На стыках эстакад машину сильно трясет, а если под колеса попадет яма с острыми краями, то удар будет очень сильным. Другая проблема – это постоянная скачка даже на том участке асфальта, который на глаз кажется ровным. Признаюсь, этот FPS меня разочаровал. Качество интерьера на премиум не тянет, силовой агрегат работает грубо, а подвеска тряская. Егоровский кроссовер азартно рулится, но разве это важно для тех, кто выбирает базовый мотор? В активе остается лишь броская внешность. Настолько ли она хороша, чтобы простить FPS все остальное? Такое ощущение, что все свои силы английские инженеры отдали более мощным версиям. Я ездил на 300-сильном дизельном FPS и в нем есть шарм. Темпераментный мотор идеально сочетается с игривым шасси. Мой вывод – FPS нужен V6, а Mercedes GLC Coupé хороший в четырехцилиндровой версии 250D, только ценник кусается. Ведь бюджет под 4 миллиона рублей делает доступным и BMW X4, причем с мощностью более 300 лошадей, и даже Porsche Macan. А это совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok